Впереди дальний путь. Больше 4 тысяч километров. Два санитарных автомобиля ОАС, два палатных рентгенаппарата и почти 5 тысяч флаконов антисептика отправляются из Бейска в прифронтовые госпитали. Оплачен гуманитарный груз депутатом Госдумы Александром Прокопьевым. Перед отправкой автомобили проходят серьезную подготовку. Техника, которая совсем скоро окажется в прифронтовых госпиталях, должна работать безотказно. Автомобиль обладает отличными качествами. Выйдет такими, как внедорожные, полный привод у нас, коробка пятиступенчатая. Просто, в принципе, хороший автомобиль для выполнения таких многофункциональных задач, скажем так. Везде проедет, всегда довезет до дома. Было решено доставить машины скорой помощи в фуре. Внутри установили деревянный каркас, чтобы автомобили не смещались при транспортировке. Это новые машины, но их проверяют и специально готовят, чтобы пришли в зону специальной военной операции в полной боевой готовности. Поэтому они не пойдут своим ходом по зимним дорогам через полстраны. Их доставят в фуры. Рентгенаппараты, которые вместе с автомобилями загрузили в фуру, тоже ждут в прифронтовых госпиталях. Они позволят делать снимки раненым даже в приспособленных под госпиталь помещениях. Общая стоимость груза больше 10 миллионов рублей. В Ростовскую область, в город Новочеркасск, фура от фонда Прокопьева должна приехать завтра, 20 февраля. Ирина Корчагина, День с толком.